Бессмертный полк, георгиевская ленточка, стихи и песни о победе. Великий праздник нашей страны, шагая сегодня онлайн. О том, какие акции развернулись в сети, расскажем в специальной подборке. Бессмертный полк онлайн, более 80 тысяч публикаций. Под хэштегом «Окна Победы» более 90 тысяч снимков. И это только в Инстаграме. Мы всегда ходили на парад. В этот раз у нас не получилось, и поэтому мы решили сделать «Окна Победы» дома. В Чувашии под хэштегами «Вместе гордимся» Перлем Мухтанатпор ежедневно появляются новые портреты ветеранов. И события 75-летней давности словно встают перед глазами. Смирнов Евгений Осипович. В сентябре 1942 года моего прадедушку, молодого и красивого парня, которому не исполнилось 18 лет, призвали в армию. Всего месяц назад временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев опубликовал рассказ о своем родственнике-ветеране Великой Отечественной войны. А сегодня в соцсетях тысячи видеороликов о наших земляках. Мой прадедушка Федор ушел воевать в 1941 году. Был сензентом разведчиком. Георгиевская лента облетела почти всю страну. Ее передают из рук в руки жители самых отдаленных городов. Она объединила и Чувашию. Георгиевскую ленту по всем городам и районам республики Пронесли волонтеры, читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня». Будь бесстрашной, честной, смелой, ты твердила мне. Час настал, и смелость делом докажу стране. Строки, опаленные войной, звучат через социальные сети, по радио и телевизору. Уже второй год в эфире национального телевидения мы читаем стихи ко Дню Победы. Мы шли, не шли, забывая про отдых, мимо воронок, пожарищ мимо. Щабы жухерне, азатре, амыш вльне. Щендерзекельми пинлере, паттерщар бушне. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова благодаря акции «Наш День Победы» зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа ее услышали на чувашском языке. Народный поэт Чуваши Юрий Семендер специально перевел для этого проекта текст песни на родной язык. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Язык очень свободный. Все детали жизненного бытия в чувашском языке имеются. Привет для перевода. Песню исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились все 14 регионов ПФО. К 9 мая преобразились не только новостные ленты соцсетей, но и улицы городов. На окна и балконы центральных улиц по традиции вывесили флаги, остановочные павильоны и баннеры заполнили фронтовые истории и копии полотен, хранящиеся в чувашских музеях. В «АллатРа» при помощи граффити увековечили память прославленной летчицы. Рисунок единственной женщины-героя Советского Союза из Чувашии. Зои Парфеновой украшает здание завода «Электроприбор». Портрет деда и внуков в 5 метров появился и в Новоюжном районе Чебоксар. Хотелось проднести подарок, который запомнится надолго, показать свою любовь, то, что мы действительно помним. И решили, собрались вместе, подумали, мы сговорочным провели, и решили воплотить такой большой стрит-арт, нарисовать граффити, которому мы всем ветеранам и говорим большое спасибо за ту победу, которую они для нас отвоевали. И пусть сегодня мы не можем обнять ветеранов, мы все равно помним о них и о подвигах, что они совершили. Субтитры создавал DimaTorzok